Мы приехали в Чиангмай, поселились и решили отправиться сразу на какой-нибудь рынок. Народ весь бродит, интересуется, потому что здесь масса всяких разных понятных нам, но в Москве же не встретишь такое количество свежих, ароматических добавок, как для том-яма. Сейчас я покажу вам. Например, корень галанги. Вот она, пожалуйста. Лимонник. Он здесь продается с такими пучками огромными и его используют во все тайские блюда. Это карачай. Это имбирь. Это нарезанный имбирь. А вот это вот зеленый перец, свежий. Свежий зеленый перец его едят прям так. Он очень пряный, но прикольный. Можно взять за 5 бат. Совершенно нормальный, готовый набор для том-яма. Здесь даже поговаривают, что тайские мужчины вот такой букет дарят на 8 марта женщинам. Очень ценятся, любят они это дело. Вот, это называется карусель для мух. Ну, вернее, от мух, я хотел сказать, потому что шикарная свежайшая свинина. А над ней вот такая вот удивительная штука. Я не знаю, что это, но здесь можно прицепить все, что угодно. Главное, чтобы было красиво. Как тайский рынок без травы? Это мята и базилик вместе в одном пучке. Здесь кинза и зеленый лук. Здесь вот это еще какая-то трава. Я, честно признаться, не помню, как она называется. Ну, вот у них зеленый карри, красный карри. А, это для карри? Ред карри. С кокосом, с кокосовым молоком. Вот это прикольный. Да, это вот традиционный как раз соус из чили. И чеснока с рыбным соусом. В общем, называется смерть фарангов, называется, да. Фарангами иностранцев лечат. О, тут креветочек разных, сколько всяких. Супер вообще. Крабы, значит, всякие. Улиточки, мини-осьминожки. И все это вдалеке от моря. Так, что тут на пикничок нам? О! Вот это нам на пикничок. Ух ты, красавцы какие, да? Это тутовый шелкопряд должно быть. Нет, это говорит бамбуковая личинка. А, бамбуковая личинка, да? Тутовый шелкопряд потолще. Это вот, друзья, бамбуковых личинок. Улиточки такие морские. Чищенный шалот. Мечта всех русских поваров. А это вот как раз соломенный гриб. Он выглядит как яичко. Вот так. Как яичко выглядит целиком. Но, когда он начинает подрастать, то яичко это отделяется от вот этого места. Да, и шляпка превращается в шляпку. Он как бы из твоего яичка превращается уже в нормальный гриб. Ну что, дурианчик как, нормально идет? Да. Главное, его в отель с собой не брать, чтобы нас оттуда не выгнали потом ночью. Правильно, за пазуху немножко надо добавить. Так, все едят дуриан. Отойдите, пожалуйста, а то такси обещала. Ну что, как дуриан-то? Очень хорошо. Хорошо? Укусно? У меня сегодня сейчас кислинка. Ничего никогда не вонял он у нас ни разу. Это что такое? Мушмула. О, клево. Ну мелко мушмулу, как виноград. Ну я не знаю, мне понравилось. Виноватая, конечно, ну мягкая. Сладкий запах. Я прям стою здесь в середине. Знаешь что? Как будто ты все закриченная слухом. Вот такое ощущение. Можно есть. Ну вот говорят, что отвратительно. Нельзя же этого сказать, да? Нет, нельзя. Ну вот, и я же всегда говорил, что. Нет, нет. Обманывают люди, обманывают. Кто-то один приехал, ему что-то не понравилось, рассказал, все остальные думают. Видите, как едят все дуриан? Он вкусный, он вкусный, да. Там 10-20 бат. Рисовая палка. Ну, вернее, палка не из риса, палка из какого-то... Бабук. Это прям бабук, да? Да. А, точно, вот он, запаянный с этой стороны. Сюда запихивается рис, забивается листьями или чем-то, и потом ставится кверт ногами в кастрюлю, как спаржа. Вот они вот так выглядят. Рис, рис в бамбуке. И все это варится, варится в воде, пропитывается, и получается вкусный рис. Потом вот тут можно прям в рот высыпать. Если охота использовать много раз, можно не разломать. Можно как по-русски, да? А можно и все. Да, и вот такие еще и спиричные баклажанчики вкусные. Маленькие-маленькие. Как глаз. Рынки, конечно, это огонь. Сладости, сладости, сладости. Сколько всего. Мамма миа. Вот это сладости и сколько. Вся таблица Менделеева здесь. И черный рис. И какая-то желейная желтая субстанция. И кокосовое молоко, разведенное с розовыми красителями. А это вот самый известный в мире клейкий рис, который варится с пальмом, сахаром и кокосовым молоком, потом подается с манго. Вот так он выглядит. Да. Много всего интересного, конечно. Но нам пора ехать на Кукин класс.